Стефан Михайлович, 75-е годы, эйфория такая, все ждут продолжения, а продолжение не наступило, наступило горькое разочарование. Вот вы сейчас вспоминаете 76-й год, что вы можете сказать, что это произошло, какое-то отрезвление, что это было? Ну я об этом много говорил, знаете, уже, конечно, не хочется опять повторяться, но я больше еще уверен по сегодняшний день, уверен в своем направлении. Значит, ну, программа была опробована в 74-м, в 75-м году, прекрасно, сработали, все, нет вопросов, надо было продолжать, я считаю, эту же программу, не надо было снимать команду с чемпионата СССР, вы же помните, это же поломать чемпионат СССР, это же, это кто может, это какая страна, поломайте в Италии, в Англии чемпионат, ради олимпийских игр, на которых нужно было сыграть две игры, будем честно говорить, в Канаду мы первую игру играли, у них чемпионата не было, у них, они там студенческий команд, там Ирак какой-то, еще кто-то, ну, короче, полуфинал, финал, там была сборная Польши, сборная ГДР, и сборная Бразилии, все профессионалы, но не заключили контракты, это даже нельзя было, и наша национальная, ну, Динамо Киев, национальная сборная. Две игры, надо было, три, если хочет, в финале, полуфинал, там, финал, четвертьфинал, финал, полуфинал, финал. И задача от партии выиграть олимпийские игры. Выиграть в Коус-Носе, да, олимпийские игры. И ради вот этой задачи тренера пожертвовали чемпионатом страны, чемпионатом Европы с чехами и кубком чемпионов. Мы же проиграли с антетями, почему мы проиграли? Ну, я больше чемпионата, эта команда играла в финале, и Бавария проиграла 1-0. Мы проиграли этой команде. Ну, дома выиграли, немножко подготовились, 2-0, в Симферополе такая. И 3-0 проиграли? И 3-0 сгорели. Поехали в Братиславу, гонки, гонки, 12-дневные тренировки, цех, все, на уровне, утром, вечером, игра, утром, гонки, гонки, мы готовимся туда. Нам говорили туда, мы проиграли, просто физически. Да, случай был, если Брахин забил, там, помните, один на один, забей, гол, и все. Вы действительно мертвые были в 76-м году уже, никакие? Я вам говорю, как участник этих событий, если ты, игрок, утром выходишь на зарядку, и думаешь, как бы не попасть в состав, но о каком состоянии уже можно говорить? Вот такое состояние. Психологическая усталость, физическая усталость. Устало было и физическое, и психологическое, то есть это уже издеможение, как говорят, знаете, это не просто усталость. Тренеры это видели? Я думаю, видел, есть же, были же врачи, принимали же эти все же тесты и так далее, люди рвались, мышцы рвали и так далее, ну, как же не видно? Как же не видно, когда люди ползают, как же не видно? Это же видно, тренер говорит, видит. Я считаю, что все-таки тренера слепо просто. Пережали, да? Доверились науке? Доверились, слепой я в науке, глухой, потому что это было испробовано, видите, на таких командах, разве можно на таких командах пробовать? Иди пробуй классик Б, давай эту программу людей, игра лига и пробуй, как они будут расти. Это не столько тренеров, сколько Зеленецов. Вот это у нас руководитель группы, вот он настолько их пленил, вот это Васильевич, он ему поверил. И тут, конечно, я считаю, что это главная ошибка, главная была ошибка. Ну, если люди, при том, я же хожу, мы бегаем там на зарядке, не только я, один, второй, у нас 19 человек, хоть бы там не попасть в состав. То есть, почему? Потому что профессионал настоящий, ты не хочешь подвести команду, и себя, и команду, честь. Ты знаешь, что ты, ну, просто не сыграешь. Вот я в этом плане, пример, 14 финал, мая, 14 финал, кубка кубков, здорово сыграли, все, приехали, сразу забрали на сборы. Через 4 дня, 18 мая, это дословно, это же пометается, все осталось, сборная Ирландии. Я уверен, что я выхожу на игру. Состав Васильевич за час, он мне ничего не сказал, у меня нет состава. У меня красные, как будто обухом поголожили. Что произошло? Думаешь, как, все, я начинаю анализировать, можете, плохо сыграли, так и так далее. А Васильевич просто дома хотел атаковать больше, поставил Конькова для того, чтобы больше подключался, он больше играл подыгрыш, все, то есть, нормально, тут это, тактический ход тренер, тут нет вопроса. То есть, я к чем-то, вот, человек готов, для спортсмена, не выйти на игру, это для нас, это было чем-то, а так как это делать? И другое состояние через год, не хочешь сам выходить. Но Олимпиаду в результате провалили, хотя бронза не такой уж прав. Да, провалили, яско считаю, что это провалили. Потому что эту Олимпиаду мы должны были выиграть, обязательно. Ну, приехали с бронзовыми медалями, родина встретила, родина встретила, и что? Разнос? Разнос, ну так, тихо, через 2 недели начало чемпионата, опять же, знаете, 2 дня дома, опять в Ялту, опять этот стадион «Авангард», бетон, знаете, что там летом дождя нет и так далее, ну, там беговые дорожки. И до седьмого пота? И мы с Васильевичем попросили, пошли к Конькову, а дубль работал здесь, в Кончезасполь. Говорите, дайте нам 3-4 дня до игры, игра в Шахтере, первая игра, осенний чемпионат. Мы полетим туда с дублем, подготовимся, тем более мы программу прошли с какой-нибудь силой. Я ни одной тренировки, ничего, ни болезни, ни травм, слава Богу, прошел, все, нет вопросов. 72 килограмма было. Можете представить, я после Олимпиады, у меня есть фото вон там, это просто ужас. При вашем родственнике? С Бухенвальда, да, как говорят, я приходил к родственникам, говорят, ты что, в Бухенвальде были так? Ну, выжаты были, полный смысл слова. И он их нужен был, как никогда, даже перед этим.